Всем привет, с вами Готик, с вами Сократ. В этом ролике мы решили проверить самую сильную штурмовую винтовку в игре и сравнить ее показатели с бронебойными патронами, с воспламеняющимися и так далее. Всем привет, с вами Готик и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Мы использовали калаш, буллап, штурмовую винтовку и так далее, и самое что интересно, наши выводы пришли к следующему, что калаш самое слабое оружие, надо 16 попаданий в тушку для того, чтобы убить человека. Все остальные штурмовые винтовки выносят в 13 пуль и это обычные боеприпасы. Если взять, к примеру, зажигательные и бронебойные, то будет по 11 попаданий. В чем прикол бронебойных патронов? Они одновременно высаживают и броню, и хп. То есть, по сути дела, зажигательные и бронебойные ничем не отличаются, ведь если у человека есть броня, то вы убьете его с 11 пуль. Если у него нет брони, то вы убьете его с 11 пуль. Зажигательные с броней и без всегда убьют с 11 пуль. Есть вероятность того, что если зажигательные патроны прокнут больше, чем в два раза, то, соответственно, он умрет быстрее. И, на мой взгляд, на данный момент, зажигательные патроны для штурмовой винтовки являются одним из самых лучших. Единственная проблема – количество боезапаса. Самое интересное наблюдение, которое у нас было за все это время, Если у человека под ником не видны шкалы здоровья, это означает, что вы в него вообще не попадете. Вы его видите, нет шкалы здоровья, значит не попали. Видна шкала здоровья, значит будет регистрировать попадание. Расстояние влияет на урон. То есть, нам понадобилось 19 попаданий на самые длительные дистанции для того, чтобы убить человека. В тушку, соответственно. Что касается снайперских винтовок, миниганов и так далее, здесь все очень просто. Если точка прицела красная, это означает, что урон будет проходить. Если она белая, и вы видите человека, это будет означать, что урон не будет проходить. Пользуйтесь этим моментом, это очень важно. Так как большинство моего окружения, да и в принципе, много кто из игроков этого не замечал, Так как пользуются самые имбовые оружия. Это снайперский автоматический. Снайперка автоматическая, да, то есть не болтовка, а именно. Даже не автоматическая, а полуавтомат, да, это считается. Вот, это самое имбовое оружие в игре. На мой взгляд, отдельно про нее я посвящу отдельный ролик. Но из штурмовых винтовок здесь есть одно огромный-огромный минус разработки Rockstar. Это баллистика с точки зрения отсутствия отдачи и нереалистичность того, что она 13-16 попаданий в тушку по живому человеку для того, чтобы его убить. Мне кажется, это немного перебор. И, соответственно, очень важно пользоваться этим инструментом, как то, что под ником отображается шкала здоровья, значит урон будет регистрироваться. Если его нет, значит урона нет. Далее, что касается остальных видов патронов, то есть это ЦМО и так далее, против транспорта, против человека это никак не влияет. Там 11-12 попаданий, также трассировочные, также 11-12 попаданий. Соответственно, если вы используете в ПВП штурмовую винтовку, то лучше всего использовать зажигательные, даже несмотря на то, что количество патронов ее мало. Так как просто количество перестрелов, в которых вы будете участвовать, оно не будет настолько длительным и большим, чтобы вы успевали потратить все патроны и остаться без вооружения. На данный момент вы можете спокойно использовать и штурмовую снайперку. Но я не вижу смысла использования, в принципе, штурмовой винтовки в ПВП, так как у всех уже есть миниганы, лазерные гатлинги и так далее. И в принципе никто это не использует. Но для общего развития понимания о том, что если точка загорается красным, значит урона будет, а если нет, значит урона нет. Я надеюсь, вам эта информация была полезна. Спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, группа в описании. Вступайте, всем пока, удачи!